Ас-саляму алейкум. Аль-Хамду Лля, наступили 10 дней зульхиджи. Но вам нужно знать следующее. Если вы хотите сделать хурбан, то есть принести жертвоприношение, то вы должны знать хадис пророка саляма, который передает Умму Саляма, жена пророка саляма, в котором пророк саляма говорит. Если вы, если наступили 10 дней зульхиджи, и вы хотите принести жертвоприношение, то не трогайте ничего из волос на теле и из того, что растет на коже. То есть ногти. Ссылаясь на этот хадис, мазхабы разделились на разные мнения. Шафииты говорят, что нежелательно стричь ногти и волосы, если вы хотите сделать курбан, и наступили 10 дней. А ханафиты и мальхиты говорят, что можно, проблем нет, вы можете постричь ногти, волосы, даже если наступили 10 дней зульхиджи, и сделать курбан. И у них свои доводы есть. То есть ученые разногласят в этом вопросе. Что лучше? Лучше, конечно же, если наступили 10 дней зульхиджи, а они наступили, и вы хотите сделать курбан, и вы не трогали, не стреляли ни ногти, ни волосы, то лучше этого не делать. Это ближе к сунне пророка. Но если вы это уже сделали, и хотите очень сильно, и у вас есть возможность сделать курбан, то можете это сделать, вначале проблем, надеюсь, не будет. Если вы хотите сделать курбан, то вы можете это сделать в африканской стране, в Сумали, и там наши братья более нуждаются. Они все это сделают вместо вас, и еще раздадут ваше мясо нуждающимся. Пишите по этому номеру, пусть Всевышний Аллах примет от нас и от вас. Пишите по этому номеру, пусть Всевышний Аллах примет от нас и от вас.